Здравствуйте! Время новостей на телеканале ПС в студии Олеся Хокина. Отопительный сезон в столице Поморья завершится 31 мая. Администрация Архангельска приняла решение о прекращении теплоснабжения в связи с необходимостью в кратчайшие сроки начать ремонт на городских теплосетях. Тепло отключат вопреки прогнозу погоды. Уже в первый день лета начнутся гидравлические испытания и весь город останется без горячего водоснабжения до 5 июня. Скорректированный график отключения горячей воды можно посмотреть на сайте администрации Архангельска. До 1 июня граждане России, имеющие счета в зарубежных банках, должны предоставить в налоговые органы отчет о движении денежных средств по этим счетам за 2016 год. Предоставить отчет в налоговый орган можно как лично, так и в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лет. В региональной налоговой инспекции просят обратить особое внимание тем, кто обучается или работает за границей. Как показывает практика, именно эти люди часто забывают отчитаться перед налоговой в своих вкладах в зарубежных банках. Сообщить нужно о движении по всем своим счетам. Если счетов больше одного, то, соответственно, к форме, утвержденной постановлением правительства, нужно приложить соответствующее количество листов, равных количеству открытых счетов. За несоблюдение сроков либо порядка предоставления отчетов российским законодательствам предусмотрен штраф до 3000 рублей. За рецидив этого нарушения сумма штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей. В минувшие выходные эксперты проекта Общероссийского народного фронта оценили качество дорог. Провели рейд по дорогам, которые были занесены автолюбителями в интерактивную карту убитых дорог. Сейчас на ней отмечены 62 дороги областного центра протяженностью более 50 километров. Эксперты отметили, что за последнее время состояние дорог, находящихся на гарантии, стало меняться в лучшую сторону. На этом плюсы закончились. Особое внимание активистов привлекло состояние дорожного покрытия на улице Шабалина, а также на проспекте советских космонавтов. Состояние дороги на этих участках эксперты оценили как неудовлетворительное и направили свои жалобы городским чиновникам, которые, в свою очередь, пообещали обратить внимание на жалобы общественников. Будем работать, продолжать работать как с УНФ, так и с другими общественными организациями, такими как Асфальт-29. Не только по вопросам приемки работ после ремонтов, но и по вопросам гарантийных обязательств подрядных организаций. К другим темам. В Приморском районе, в деревне Чесовенская, заложили парк примирения в память о погибшем во время Первой мировой войны. Во Всероссийский день посадки леса там высадили 80 сосен. Мероприятие прошло в рамках объявленного президентом Года экологии. 80 пока еще совсем юных сосен появились в деревне Чесовенская у поклонного креста, который установлен в память о жертвах взрыва во время Первой мировой на пароходе Барон Дризен. В память о погибших здесь заложили парк примирения. Число деревьев участники акции выбрали не случайно, ведь этой осенью 80-летие отпразднует Архангельская область. В посадке приняли участие десятки человек, в их числе и губернатор региона Игорь Орлов. Задача восстановления леса, это ничем не уступает задачам освоения леса, инвестиций и так далее. Потому что те, кто не заботится о будущем, конечно, и в настоящем ничего хорошего иметь не будут. Поэтому акция посадки леса – это естественный процесс для Архангельской, Архангельской области. Также к акции присоединились чиновники, экологи, члены молодежной сборной хоккейного клуба «Водник» и школьники Приморской средней школы. Мы выпускники, приехали сюда всем классом и хотим оставить после себя память, след какой-то истории. Большая честь вообще принимать участие в таком мероприятии. Именно доказываем маленькую долю своей природе, следим за ней. Природа для нас мает, она кормит нас, воспитывает, растем все на природе. И эта малая часть восстанавливает природу, заживит деревья. Ведь сегодня решение экологических проблем – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой правительство области. И эта работа активно ведется. В этом году мы планируем в рамках акции, в рамках всероссийской посадки деревьев, которые приурочены в этом году к году экологии, посадить на территории Архангельской области порядка 400 тысяч деревьев в плане озеленения населенных пунктов. Озеленение парка «Примирение» также будет продолжено. В начале июня здесь высадят кусты сирени. Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. А в деревне Лявля Приморского района в эти выходные состоялась традиционная Никольская ярмарка, названная так в честь христианского святого Николая Чудотворца. В этом году в торжествах приняли участие не только православные христиане, но и представители различных национальных диаспор и религиозных конфессий Архангельской области. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. Дважды в год, в дни его памяти, 19 декабря и 22 мая, в деревне Лявля Приморского района отмечают Николин день. К Николаю Чудотворцу издавна обращались с просьбами уберечь скот и урожай и считали святого покровителем земледельцев. Праздник святой, так будем говорить своими словами, православный праздник. Его сегодня отмечает весь мир. Она два раза в году проходит. Это в мае 22 и в декабре. К этому дню, 22 мая, бычка и потом его забивали для того, чтобы потом уже людям раздавать. Великий праздник, он объединяет. Сейчас, к счастью, ни одно животное не пострадало. Гости прошли праздничным костюмированным шествием. В одной колонии вместе с землячествами поморья шли представители Узбекистана, Индии, Украины и Татарстана. Люди всех национальностей приняли участие в традиционной ярмарке. При лавке заполнили самые разные товары. От поморских игрушек до разнообразных национальных лакомств. Цель Никольской ярмарки – объединить людей. И вот в течение 15 лет ярмарка набирала масштабы. И вот в этот год сегодня здесь собрались, она стала международной. Потому что здесь народ собрался объединиться. И когда мы вместе, мы сила. И все получается. Одним из наиболее ярких моментов праздника стало приготовление национальных блюд на открытом огне. Рядом с поморской ухой готовился туркменский плов, а гости из Узбекистана принялись за приготовление шашлыка. После чего все могли попробовать любое блюдо. Народные гуляния продолжались весь день и оставили массу впечатлений у всех участников. Многие из которых пообещали обязательно вернуться в Лявлю в следующем году. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. А все переправы на дороге Архангельск-Карпогоры теперь бесплатные. Это стало возможным после начала работы понтонного моста через Пиннигу у поселка Ясный. Его работа обойдется региональному бюджету в 13 миллионов рублей. По условиям контракта автомобиль должен находиться в режиме ожидания не более получаса. Преодолеть реку Пиннига можно ежедневно с 6 утра до 22 часов. К другим темам. Почти 3000 архангелогородцев вышли на общегородской субботник. Массовая уборка прошла во всех округах областного центра. На традиционной планерке глава Архангельска выразил благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении мероприятия. Но при этом отметил, темпы по уборке дворов и улиц столицы Поморья сбавлять нельзя. Помимо небольших скоплений мусора, сегодня в городе достаточно много несанкционированных свалок. Директору департамента городского хозяйства администрации Архангельска Виталию Акишину, глава Архангельска, дал поручение выяснить кучи мусора, которые располагаются в непредназначенных для этого местах, и организовать централизованную уборку таких территорий. На совещании обсудили и транспортный вопрос. Водители по-прежнему проезжают мимо остановок. Кондукторы хамят пассажирам. Игорь Годзиш поручил департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Администрация Архангельска выйти на диалог с перевозчиками. Также на планерке затронули и тему дорог. Ну и то, что у нас частично выполняется по дорогам, зачастую далеко не везде, хотя здорово меняет облик города. Это побилка бордюров. Точно так же планируйте, смотрите. За летний период необходимо нанести дорожную разметку на тех участках, где краска давно стерлась, а также заняться покраской ограждений. Соответствующее поручение глава Архангельска дал департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города. К новостям спорта. Еще один сибиряк пополнил ряды команды «Желто-зеленых». Новым нападающим водника стал Александр Насонов. Прошедший сезон он начинал в составе Иркутской «Байкал-Энергии», а завершал уже игроком Красноярского Енисея. Возможности форварда хорошо знакомы наставнику «Желто-зеленых» Сергею Лихачеву, по чьим руководствам в разные годы хоккеист играл в Иркутской Сибскане и Московском «Динамо». Контракт с хоккеистом заключили на один год. Это все новости к этому часу. Полную информационную картину дня представим в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-Центр. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова